Тут нам обещают много валюты и сейчас будем получать кучу денег. Ну а тем временем эмулятор наш запустил Фортнайт. Всем привет, вы на канале Недахакер Алайт, а сегодня мы попробуем скачать взломанную версию Фортнайта. Как вы уже могли прочитать, это рубрика «Умный поиск». Теперь они будут выходить каждую неделю, поэтому мне нужно много идей. И если вдруг у вас есть какая-то идея, пишите ее в комментариях. Самое интересное, мы будем проверять и гуглить в разных поисковиках. Напоминаю, что мы делаем в данной рубрике. Мы заходим в Google Chrome, открываем прошлого Недахакера, закрываем его. Переходим в поисковик и вписываем взлом Фортнайт. Тут у нас есть куча разных ссылочек. Давайте также параллельно откроем Яндекс и на Ютубчике. Кстати, вы тоже можете прилагать идеи, где проверять, на каких поисковиках, каких сайтах, каких браузерах и что, естественно, гуглить. Начнем, я думаю, с Ютуба. Здесь навряд ли мы что-то найдем интересное, потому что, видите, год назад, год назад, 8, 2 месяца назад. Приватный сервер какой-то можно было скачать, 6. О, это я. Ну да, на Ютубе нет ничего интересного. Порой здесь бывают интересные ролики. Если вы вдруг хотите, набираем кучу лайков, я нахожу ролик на Ютубе и делаем выпуск Недахакеров. Ютубчик закрываем и пошли в Гугл. Ну и давайте открывать сразу поочередно. Тут у нас идет взломанная версия Фортнайт Баттл Рояль. Мод, много денег. Сейчас будем получать много денег. Здесь тоже деньги. Если что, все это делается исключительно в ознакомительных целях. Я никаких ссылок нигде не оставляю, я просто проверяю. Бесплатная военная игра 12+. А, это реклама Вартандера. Хорошо, что мы здесь видим? На сайте есть несколько ссылок. Скачать Фортнайт. Самая новая версия. Лаунчер для запуска игры. Взломанный чего? А в чем прикол-то данной версии? Тут даже не пишут, что интересного в данной версии. Почему надо скачивать именно ее? Какой-то лаунчер. А, разблокируем все устройства. Я не знаю, типа, сейчас я подключу быстренько телефончик. Если вы вдруг не знаете, что это такое, в одном из прошлых выпусков недохакеров я показывал экран. Если что, вот он, да. Вот я им двигаю, и естественно на экране происходит то же самое. Теперь заходим в App Store. Ой, в Play Market, извините. И вписываем здесь Fortnite. Я не знаю, поддерживает ли данный телефон Fortnite. Fortnite 2 игра на телефон. Fortnite 1 игра. Чего? А, а что ее нету? Как вы видите, у меня нету игры в Play Market. Я почему-то ее не могу скачать. Окей. Сейчас тогда будем скачивать и закидывать эти файлы. Давайте тогда попробуем сразу же скачать вот эту версию. Она якобы на все телефоны, и возможно у меня сейчас запустится. Пока скачиваются файлы, давайте перейдем на следующий сайт. Тут нам обещают много валюты. И сейчас будем получать кучу денег. И как я знаю, игра кроссплатформенная. И я могу купить какой-то скинчик на андроиде и получить его на компе. Вроде это так работает. Так что давайте сейчас получим кучу денег. Напокупаем кучу скинов, и у меня будет крутой аккаунт. А, я совсем забыл. Мне же для проверки этих программ нужен будет аккаунт. Не буду же я это делать на своем. А с этим мне поможет Лол Стим Маркет. Тут вы можете найти все что угодно. Начиная от Стима, заканчивая ТикТоком. Мне же нужен Фортнайт. Я выставил ценник 100 рублей. Потому что больше я не вижу смысла тратить. И уже тут я могу получить какие-то скинчики. Даже помимо того самого Фортнайта, есть еще и другие игры. На сайте присутствует удобное пополнение баланса. Нажимаем сюда. И выбираем то, что вам нужно. Я закину 100 рублей, выберу Киви. И переходим к оплате. Все происходит очень быстро. Я только выбрал пополнение баланса. Уже все закинул. Надо вернуться только назад. Как вы видите, деньги уже на сайте. Поэтому пошли покупать. Благодаря удобным параметрам, здесь можно найти все что угодно. Хоть кирки, хоть танцы, хоть вебаксы, уровни, батл пассы. Мне же это ничего не надо. Я поэтому выберу самый первый. На страничке товара пишется, сколько стоит инвентарь. И он показывается вот здесь. Меня все устраивает. Я нажимаю купить. Подтверждаю покупку. Бояться на данном сайте нечего. Потому что продавцы такие же пользователи, как и мы покупатели. А сайт все любезно проверяет. Давайте проверим все ли рабочее. Копируем логин. Вот это. И входим. Можем зайти сразу в библиотеку. А теперь давайте зайдем в игру и посмотрим, есть ли там действительно скинчики, которые нам обещали. Ну и как мы видим, в инвентаре есть все скинчики, про которые нам рассказывали. Все то, что нужно. И даже если бы там чего-то не было бы, я мог спокойно написать в поддержку и мне бы вернули деньги. Естественно, потому что я бы показал свою видеозапись. Теперь у меня есть аккаунт, поэтому скорее пошли проверять наши программы. Я могу в принципе и Ноксом проверять, но мне кажется лучше конкретно на телефоне. Файл я перекинул. Открываем. Вот он, Fortnite. И пошла установочка. Пока идет установочка, я решил открыть еще один сайт, следующий это уже получается, третий или четвертый. А вот, вот этот сайт. И здесь нам тоже обещают много денег. Причем весит он на 1 мегабайт меньше, чем вот этот. О, кстати, Fortnite не смог установиться на мой телефон. Значит, все-таки нам наврали, что он это, на все приложения работает. Поэтому мы ждем пока скачивается второе. И давайте сразу скачаем третье тогда. Что нам тут предлагают? Стрелялки. Пока что каких-то жестких вирусов я не видел. Пошла здесь скачка. Fortnite Battle Royale 16-20-0. Взлом удаленная проверка совместимости устройства. О, отлично. Хорошо, оригинальная версия. Версии 1, 2 и 3. А мне какую версию скачивать? Никакой толком информации нет. Давайте вот взломанную версию 1 скачаем. Очень подозрительная ссылочка скачать. О, нам скачалась, кстати, одна из... Так, это третья. Четвертая качается. Сейчас я быстренько третью пока перекину. Сейчас я скачаю. Вот он мод. Мод на деньги. Он перекидывается. Открываем нашу программку. Нажимаем готово. И вот он, еще один какой-то Fortnite. Мод АПК. Да, я хочу установить. Он устанавливается намного быстрее, чем первый. Хорошо. Может у меня что-то не так. Давайте-ка откроем приложение Nox. Сделаем эмулятор. Может он здесь запустится? Разблокированы все устройства. Добавлено возможность запускать игры на любом Android-смартфоне. Исправлены ошибки графического процессора. Класс. Сейчас скачаем и будем играть на нашей версии. Unlock all devices. Вот, мне вот это надо. И, кстати, весит она достаточно много. 171 мегабайт. Больше, чем у остальных. Почти в два раза. Тут у нас тоже мод много денег. Я не особо вижу его смысла уже качать. Хотя, сколько он весит? Скачиваем мы ПКшечку. 171 мегабайт. Тут будут все виды. Кстати, а я не понял, что за прикол. У меня в третий или четвертый раз вот эта штука скачивается. Она очень медленно. То медленно качается, то странно. Я установил Nox. Теперь давайте попробуем закинуть в него те файлы, которые мы только что скачивали. Давай пойдем с первого. Точно так же, как я сейчас устанавливал на свой телефон пытался. Оно установится? Нет, к сожалению. Такое ощущение, что файл опять начал скачиваться. Давайте нажмем отмену. Я не знаю, что-то странное какое-то. Давайте попробуем скачать. Все-таки этот файл я уже третий раз. Или четвертый раз нажимаю на эту кнопочку. И ничего не происходит. О! Как всегда, если вы видите, у вас спрашивают разрешение. Всегда нажимайте блокировать. Так, нажимаете, да ведь? Нажимаем кнопочку скачать. АПК. Я открыл ссылку в новой вкладке. Она закрылась сразу. А, подождите. Он может... Так нет, он должен скачивать еще версии какие-то. Вот самая первая версия, которую мы скачивали, я так понимаю, это же она. Она тоже весит 177 мегабайт. А тут какие-то странные версии. 14, 40, 0, 145, 122 и 9. Я знаю, там какие-то сезоны выходят, что-то там. И там буквально 10 их. Тут уже 14 какого-то фига. Нам докачалась последняя третья версия. Я сейчас все перекидываю на телефон. И параллельно пытаюсь открывать эти приложения на эмуляторе андроида, которым мы пользуемся. Пошла установочка. Я включил 64-битную версию. И должно все запуститься. О, приложение-то установилось. Так, я заканчиваю с телефоном. Все у меня запустилось. Заходим опять-таки в файлы. И пытаемся установить последнюю, которую мы последнюю скачали. Установить. Не, скорее всего, короче, на мой телефон ничего нельзя установить, скачать. Да, приложение не установлено. Опять. Так что все эти моды, которые якобы на все телефоны, оно не работает. Хорошо. Так, а тут что скачалось? Ну, а тем временем эмулятор наш запустил Fortnite. Правда, почему-то он в вертикальном режиме это делает. Все очень тупитое. Опять здесь пища задач закрылась. Майнер сидит. Давайте попробуем создать новую что-то. Ага, ошибка. Не знаю что, но там почему-то Android ругается на это приложение. Я бы все-таки хотел сразу же попробовать. Вот мод. Установим второй Fortnite. Там должен быть мод на кучу денег. Сейчас его проверим. Пытаемся опять запустить в эмуляторе. Все в этот раз отлично заходит. Ну, давайте, допустим, у меня есть. Давай зарегаемся. Пока что никаких ошибок не выдает. Нас перекидывают на официальный сайт. И здесь можно также скачать Fortnite. Он почему-то очень не хочет, чтобы мы пользовались этим приложением. Какая-то есть защита, что ли. Нас выкидывает. Ну, короче, походу у Fortnite и Epic Games, я не знаю, есть какая-то защита, которая не дает пользоваться модифицированными программами игры, модифицированными версиями их игры. Я бы очень хотел скачать вот это приложение, но оно не дается. Вообще не знаю как. А, у нас же есть еще два приложения, так что давайте их тоже попробуем загрузить по очереди. Ну, все. Это приложение не качается. Я установил только что самое последнее, которое мог. Заходим в игру и... Произошел сбой. Да ты серьезно, чел. Ни одно из скачанных приложений, там где было написано, что мод на все устройства, не сработали на моем телефоне. Вроде как вот Samsung, он такой A3, A320F, вдруг если что-то кому-то скажет. Он не смог запустить данное приложение, хотя он вроде не такой уж и старый телефон. Knox Player точно так же, хоть и устанавливает, но не может зайти в приложение, потому что она постоянно выкидывает. И предлагает скачать нормальную версию, и скачать официальную версию от Epic Games. Ну и все тогда. У меня уже вообще комп весь глючит. Я не знаю, что она устанавливалась? Хотя вроде ничего нету. А на этом мы заканчиваем. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Как всегда, вам всего хорошего. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok